привет друзья сегодняшний обзор моих осенних ароматов которыми я пользуюсь это конечно же большей степени сладкие ароматы такие сладкие терпкие чисто осенне-зимний для осенне-зимнего варианта но вот некоторыми из них можно пользоваться и скажем круглый год такой такие такой универсальный скажем аромат это трезор нюд и экла леви абэль вот эти два аромата в принципе даже можно трезор и лав тоже круглый год ну вот зимой тоже они очень интересно звучат своей теплой такой согревающей композиции давайте пробежимся пирамиду ароматов называть не буду потому что можно найти их на любом сайте в интернете посмотреть пирамиду думаю здесь вообще не стоит об этом говорить просто хочу коротко пробежаться какие ароматы есть и так трезор нюд красивый флакончик виде драгоценного камня такая теплая композиция причем такая легкая уловимая не зря он называется нюд скажу пару слов потому что и он был задуман а именно улавливает аромат когда вы подходите на очень близкое расстояние к человеку тот кто пользуется этим ароматом это скажем такое расстояние полутора метров то есть очень близкое близкое расстояние до человека только тогда можно его уловить то есть он не шлейфовый аромат а именно такой нюд красивый красивый аромат красиво сделан флакончик флакон такой амбре затемненный от темного переходит светлый и как раз мы видим вот эту янтарную жидкость красивую очень интересный причем его можно использовать и летом я говорю все-все-все годично всесезонный аромат очень мне он нравится вообще я обожаю аромат и атланком своим очень богатой композицией прекрасные ароматы сложная у них композиция всегда она вот эта классика классика поэм в виде флакон сделан в виде бюста в виде женского бюста такой вот декольтированное декольте очень сладкая композиция такая терпкая сладкая насыщенная очень насыщенная скажем тут гурманская композиция его буквально чуть-чуть надо я им два года пользуюсь видите он только-только вот где находится потому что вот буквально одного пшика и все очень концентрированный аромат поэтому и много как говорится не не набрызгаешь на себя первый аромат который в серии сейчас теперь уже тройка ароматов из сен-лоран либре это самый первый либре от их сен-лоран ну вот он тоже такая сладкая композиция пользуюсь сколько тоже уже наверно года два когда он первый раз вышел и аромат ланком in love розочка символ ланкома черная на резиночке интересная тоже композиция довольно таки сложненькая но такая легкая легкая сладенькая у меня все вот эти ароматы они сладенькие я люблю сладкие ароматы ну и конечно же аромат счастья это один из семейства лябель это и клан он тоже такой сладенький искрящийся флакон за счет вот этих вот и грани видите как бы переливается до искры счастья бантик у него тут такой розовенький но и вот большой у меня флакончик очень интересный еще забыла про один аромат добавить его суда это новинка правда мне тут такой дефект получился у меня есть обзор на ланком аура аромат вот 25 миллилитров у меня нечаянно флакон упал друзья мои видите крышечкой чуть-чуть повредилась вот это вот пипочка у меня отлетела тоже довольно таки сладковатый парфюм на каждый на каждое время года подойдет на все четыре сезона за счет своей композиции интересный аура действительно знаете вот его как-то описать вот аура она есть аура потому что все что нас окружает у каждого своя аура у каждой женщины и вот каждый найдет что-то свое в этом аромате мне он нравится вот такой скажем гид по моим осенним ароматом делитесь в комментариях своими находками чем пользуетесь вы какими ароматом отдаете предпочтение в осенние холодное такое уже время года наступает у нас делитесь я буду очень рада если кто-то даст какие-то интересные ссылки на другие ароматы рассмотрю возможно даже приобрету и так у меня все до новых встреч пока пока